Итак, в далёком 1756 году, это 256 лет назад, 30 августа получился день рождения первого российского профессионального театра. В этот день её императорского величества Елизавета Петровна повелела учредить в Санкт-Петербурге государственный публичный русский для представления трагедии и комедии театр, ныне Академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Первому русскому государственному театру предоставили помещение в Петербурге на Васильевском острове. Директором назначили поэта Сумарокова, а помогал ему Фёдор Волков. Через пять лет Сумароков ушёл в отставку и Волков встал во главе театра. Ему не нужно было учиться руководить. Свою первую труппу домашнюю он собрал в Ярославле. В старинном Кожевином амбаре устраивал Волков представление театра охочих комедиантов. В 1750-м там же в Ярославле Уолков собрал церациональную труппу постоянную. У этого театра и репертуара было обширно и здание было с залом на тысячи зрителей для представления комедии и трагедии. Через два года, прослышав о Ярославском театре, Елизавета вызывала Фёдора Волкова с актёрами в Санкт-Петербург. Вот так и получился самый-самый-самый первый российский профессиональный театр. Это вот как раз так получилось, что у меня три монетки есть. Это рублик, как раз год основания театра 1756. Это вот 25-копеечник, тоже 1756 года. Очень даже в хорошем состоянии такая монеточка попалась. Будем считать, что повезло. И серебряный пятикопеечник. Тоже написано здесь 1756 год. Так называемый Орёл в облаках. Ну, как бы немножко время есть, и хотелось бы ещё анекдоты про актёров чуть-чуть так рассказать. Директор одного фильма в Голливуде уговаривал актёра побороться со львом. Не надо бояться, говорит директор. Этот зверь совершенно нарушной и никогда не ест сырого мяса. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, сказал вспотевший артист. А вдруг в нём пробудется любопытство? Молодой актёр написал киносценарий и принёс его одному из голливудских кинобоссов. Читая своё произведение, актёр от волнения ужасно запинался и заикался. Окей, я беру сценарий, сказал босс. Не понимаю, что вам в нём понравилось-то? Ну, ведь это же гениально. Все до единого персонажа заикаются. Репортер спрашивает кинозвезду. Сколько супругов вы имели? Собственных или вообще? Звезда Голливуда говорит своей приятельнице. Я купил тебе в подарок книгу. По-моему, это учебник танцев под названием Оливер Твист. Репортер спрашивает кинозвезду. Где вы познакомились со своим шестым мужем на охоте, когда он застрелил моего пятого мужа? Кинозвезда ужинает же, значит, с известным актёром. Скажите, спрашивает она, а вы собираетесь снимать какой-нибудь фильм? Нет, отвечает режиссёр. Теперь я буду писать мемуары. Правда? В таком случае уберите, пожалуйста, руку с моего колена. Голливудская кинозвезда телеграфирует своему мужу. Дорогой, никогда не проводил свой медовый месяц настолько прекрасно. Жаль, что тебя здесь нет. Вы, Борис Джет Бордо, спросили, что для вас является самым большим удовольствием? Рюмку-коньяку до и сигарету после. Ну что ж, остановимся на этом красивом анекдоте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!